Уважаемые жители Камчатского края, в этом зале сегодня присутствуют руководители органов исполнительной власти региона, исполнительных органов власти, законодательных органов власти, представители федеральных структур, которые на территории края работают над нашими совместными задачами, представители общественности. Я прошу по итогам тех задач, которые мной обозначены в сегодняшнем послании, правительству Камчатского края определить четкий план работы на 2022 год, сфокусироваться на главных задачах, не допустить распыления, а администрации губернатора в недельный строк определить перечень конкретных поручений по итогам озвученных мною задач. Сегодня впервые послание в таком формате я озвучиваю, но считаю, что подобный формат может быть закреплен, поскольку он важен для концентрации действий всех ветвей власти, потому что только вместе, понимая общую задачу, мы способны в условиях ограниченных ресурсов достичь главных задач. В этой связи я обращаюсь к председателю законодательного собрания Ирине Леонидовне, к депутатам краевого законодательного органа власти с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство Камчатского края в виде правовой нормы, которая закрепляла бы обязанность высшего должностного лица региона ежегодно выступать с посланием жителям Камчатского края, определяя общие приоритеты развития региона и задачи для правительства. На очередной год.